Тарифная политика на теплоснабжение, она очень сильно бьет. За отопление в декабре Геннадий Сомов заплатит тысячу рублей. И это еще немного по сравнению с большинством казанцев, которые за теплый месяц отдали, к примеру, за двухкомнатную по четыре тысячи. Все потому, что в многоэтажке старшего по дому установлены погодные узлы регулирования. Такие приборы пока есть только в 65% домов в Казани. Если вы здесь узлы погодные регулирования, работа нормальная, установленная в 100%, это, как минимум, снизу платы за теплоснабжение на 30%. Строчка за отопление – одна из самых больших в платежках. А с 1 июля этого года платить будем еще больше. Тарифы на тепло, электричество и воду вырастут. Что касается газа, тарифы установят позже, после принятия ФАС необходимых решений. С 1 июля совокупный платеж граждан нашей республики за коммунальные услуги при сопоставимых объемах потребления вырастет не более чем на 4,2%. Модернизация ресурсоснабжающих организаций не должна сказаться на повышении тарифов, отметили на коллеге. Совсем недавно завершилась масштабная реконструкция одной из старейших станций республики – Казанской ТЭЦ-3. Перед группой компании ТАИФ стояла задача не только обеспечить электротепловой энергией промышленные предприятия, жилые дома и социальные объекты, но и не допустить роста тарифов. Рост выработки электроэнергии на конкурентном рынке вырос в три раза. Тарифы, установленные Госкомитетом, по-прежнему самые низкие в Казани, то есть они на 30% ниже тарифов других теплоисточников в городе Казани. Все установленные тарифы с 1 июля не должны превысить размер инфляции. За этим будут следить контролирующие органы. Задача Государственного комитета по тарифам – обеспечить баланс экономических интересов поставщиков и потребителей, которые в конечном итоге должны получать услуги надлежащего качества и по доступной цене. Несмотря на установленные тарифы, некоторые ресурсоснабжающие организации все-таки нарушали законодательство. В прошлом году Госкомитет по тарифам провел 150 проверок. Возбуждено 97 административных дел. Теперь эти компании должны выплатить штраф на общую сумму почти в 3 миллиона рублей. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.